Музыка Константин Константинович Рокоссовский Константин Рокоссовский, выдающийся советский полководец Великой Отечественной войны, командовал войсками Брянского, Донского, Центрального, Первого и Второго Белорусских фронтов В начале войны 44-летний Константин Рокоссовский Был командиром 9-го механизированного корпуса Во время наступления немцев на Москву Он командовал войсками 16-й армии Руководил обороной северо-западного направления В решающие дни битвы за столицу Рокоссовский организовал успешное контрнаступление войск На Солнечногорском и Истринском направлениях В ходе смелой операции были разгромлены ударные группировки врага Которые пытались обойти Москву Противник был отброшен от 100 до 250 километров от столицы Вермахту было нанесено первое крупное поражение в войне Командующий Западным фронтом Георгий Жуков Писал в его боевой характеристике Товарищ Рокоссовский успешно провел оборонительную операцию И не пропустил врага к Москве Хорошо подготовлен в оперативно-тактическом отношении Лично храбр, инициативен и энергичен Армией управляет твердо Должности командующего войсками армии вполне соответствуют Любопытен такой факт В первые месяцы войны страна, читая сводки Совинформбюро Не знала, какой же засекреченный командир скрывается под буквой Р Особенно часто этот командир Р назывался в дни героической защиты Москвы Лишь 20 октября 1941 года в официальном сообщении было сказано Что бойцы командира товарища Рокоссовского, отражая яростные атаки немцев, сожгли 60 танков В июле 1942 года во время прорыва немцев на Воронеж Константин Рокоссовский был назначен командующим Брянским фронтом В те дни врагу удалось выйти к большой излучине Дона И создать прямую угрозу Сталинграду и Северному Кавказу Военное подразделение своим правым крылом прикрывало Тульское, а левым Воронежское направление Имея задачу удержать занимаемый рубеж и остановить продвижение противника вглубь страны Контрударом командующий сорвал попытку немцев совершить прорыв на север в сторону Ельца Наступление под Сталинградом началось в ноябре 1942 года Войска Донского фронта под руководством Рокоссовского соединились с другими нашими военными частями Окружили и уничтожили все фашистские группировки В 1943 году Центральный фронт во главе с Рокоссовским сначала успешно провел оборонительное сражение на Курской дуге А затем, организовав контрнаступление, освободил от оккупантов всю территорию от Гомеля до Киева Захватив ряд плацдармов на берегу Днепра В конце 1943 года и в январе 1944 года, командуя войсками, Константин Рокоссовский руководил наступательными операциями на территории Белоруссии В результате этих сражений была захвачена территория западнее реки Днепр Это дало возможность приступить к подготовке наступления на Бобруйско-Минском направлении 23 июня 1944 года, согласно плану Ставки, началось проведение стратегической операции «Багратион» Это было значимым событием Второй мировой войны В результате решительных действий войск Первого Белорусского фронта При содействии Второго и Третьего была разгромлена одна из наиболее сильных группировок врага Группа армий «Центр» За проведение этого очень сложного и талантливо осуществленного маневра Константину Рокоссовскому было присвоено звание маршала Советского Союза Следующим этапом явилась Минская наступательная операция Уже к исходу 3 июля войска Первого Белорусского фронта вышли к юго-восточной окраине города Где соединились с другими армейскими частями Завершив тем самым окружение основных сил противника Задача Ставки Верховного Главнокомандования была выполнена досрочно Ликвидация вражеской группировки была осуществлена с 5 по 11 июля 1944 года Развивая наступление на запад от Минска Войска под командованием Рокоссовского в конце июля овладели Брестом Освободили юго-западные области Белоруссии, восточные районы Польши И захватили важные плацдармы на Висле, севернее и южнее Варшава 29 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий по руководству операциями фронтов Константину Рокоссовскому было присвоено звание Героя Советского Союза С вручением Ордена Ленина и медали Золотая Звезда Наступил 1945 победный год Командуя войсками 2-го Белорусского фронта, маршал провел три основные наступательные операции Первая – Восточно-Прусская, в результате которой была разгромлена и окружена вся вражеская группировка Вторая – Померанская Ее итогом стало освобождение крупных портовых городов Гдыня и Данцик Третья – Одерская, с прорывом обороны немцев на реке Одер В результате стремительного наступления были уничтожены штатинские части фашистских соединений Произошла историческая встреча наших войск с союзниками 1 июня 1945 года за умелое руководство войсками фронта в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях Константин Рокоссовский был удостоен второй медали Золотая Звезда Вскоре после окончания Великой Отечественной войны 24 июня 1945 года на Красной площади столицы состоялся Парад Победы Честь принимать парад была доверена Георгию Жукову А командовать – Константину Рокоссовскому Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!